Собственно, меня зовут Максим Васюхин. Я занимаюсь продуктами в АИП в компании Appymatica. И сегодня, собственно, хочу вам рассказать о решениях для Microsoft, Skype for Business и Link, в том числе, от компании Я-Link. Так, давайте, кстати, проверим, как меня слышно, все ли меня слышат. Предлагаю отметиться в чате, там, например, плюс, слышно, что угодно. Друзья, все хорошо? Слышно, видно? Надеюсь, проблем нет. Так, только Олег меня не видит. В смысле, меня-то видео у меня не будет. Мне важно, чтобы вы видели презентацию. Друзья, я сегодня не накрашен. Нет, видео, видео, я думаю, в следующий раз мы обязательно что-то придумаем по этому поводу. Олег согласен. Вот сегодня, сегодня так, сегодня будет только презентация. Итак, друзья, я все же надеюсь, что все хорошо, меня слышно, видно презентацию. Итак, собственно, сегодня, сегодня расскажу вам о решениях для Skype for Business от компании Я-Link. Постараюсь выделить преимущества, собственно, поговорим о том, почему именно Я-Link, а там, не какие-то другие конкуренты. Поговорим, собственно, о тех телефонах, которые сейчас доступны для работы со Skype for Business. Собственно, расскажу вам, что уже есть, что работает, что нас ждет в ближайшем будущем. Про какие-то преимущества поговорим. И у меня есть, отдельным пунктом я выделил специальное предложение от IP-MATIC для наших партнеров, и я тут думаю, в принципе, для заказчиков в том числе. Дождитесь окончания вебинара, обязательно все расскажу. Итак, собственно, Я-Link на сегодняшний момент имеет статус, кстати говоря, золотого партнера Microsoft. И не так уж и много золотых партнеров. Это говорит, собственно, о высоком доверии как Microsoft к компании Я-Link, так и, собственно, в обратную сторону. И вот на сегодняшний день, я думаю, многие ждали, наконец-то ждались, Я-Link сертифицировал всю линейку T4, всю ультраэлегантную линейку, для работы с сервисом Microsoft Skype for Business. Собственно, на сегодняшний день доступна вся линейка. Это как младшая, начиная с младшей модели T40 телефона. Это телефон 41-й, 42-й и заканчивая там старшими, ну, 49-й ждем, чуть-чуть попозже, Александр. И 48-й телефон, 46-й, 48-й телефон, как старшие в этой линейке. Собственно, начнем, наверное, с самого представительного, наверное, с самого дорогого из этой линейки. Это телефон 48-й. Это, ну, такой топовый телефон. Кто его еще не держал в руках, обязательно попробуйте. Это действительно хороший качественный телефон с большим 7-дюймовым экраном, кстати говоря, с тачскрином. К телефону к 48-му и 46-му доступны, также сейчас стали доступны аксессуары. То есть, например, там буквально полгода назад, даже чуть меньше, не было возможности подключить модуль расширения к 40, например. Меня достаточно часто спрашивали. И не было возможности подключить модуль BT40 для подключения Bluetooth гарнитуры. Сейчас это все доступно. Сертифицировали также телефоны 41-й и 42-й. Это, ну, такие телефоны middle-класса, так скажем. Отличаются они фактически наличием гигабитных портов Ethernet. Собственно, ко всей линейке T4 доступны гарнитуры. То есть, можно подключить стандартную нашу гарнитуру UHS-32. И доступны также кронштейны для крепления на стену. Но вот Bluetooth-модуль доступен только для старших моделей 46-го и 48-го. Так, ну и 40-й телефон. Это такая младшая моделька в четвертой линейке. Ну, собственно, предназначена для установки, ну, позиционируется для установки на местах сотрудников, может быть, где-то там в открытых помещениях. С помощью, там, модуль кронштейна для крепления на стену можно установить, например, там, в зоне рецепции, там, на входе. Ну, такая младшая моделька, которую, так скажем, не жалко. Собственно, все эти телефоны сертифицированы официально. Представлены они на сайте как Microsoft.com, так и специализированного сайта проекта Skype for Business.com. Вы можете все это найти, посмотреть. Кстати, хочу отметить, что, если не ошибаюсь, только наши телефоны лицензированы и могут работать сразу и как со Skype for Business, так и со всеми младшими релизами, так скажем, этого продукта. Это Link 2013, Link 2010. Хочу еще сказать, что... Хочу еще сказать, что эти телефоны фактически отличаются от стандартных телефонов четвертой линейки. Давайте я слайд назад вернусь. Отличаются только программным обеспечением. В принципе, про возможности апгрейда телефонов до ПО для Skype for Business я чуть позже это поговорю. Но здесь хотел бы отметить, что фактически это та же самая аппаратная начинка, те же самые телефоны, просто на них устанавливается программное обеспечение, специально разработанное Я-линком для работы со Skype for Business.com. И хочу отметить, что цена обычного телефона с стандартной прошивкой нисколько не отличается от цены телефона с прошивкой для Skype for Business. То есть за лицензию никаких дополнительных денег, никакой платы не берется. Вот, собственно, еще хотел отметить, что прошивку можно скачать с официального сайта Я-линк.ком сейчас. Там уже доступны все юзер-гайды, пока на английском. В ближайшее время все это будет доступно на сайте Appimatic.ru. Мы как раз сейчас работаем над этим, работаем над новыми разделами. Я думаю, сделаем специальный анонс по этому поводу. Собственно, на слайде дорожная карта. То есть с чего все начиналось? В 2015 году, если не ошибаюсь, весной 2015 года, компания Я-линк лицензировала свои первые две модели телефонов. Тогда еще Skype for Business даже, по-моему, не было такого продукта. Телефоны были лицензированы для Линка изначально. Вот, может быть, тут меня поправят, но, по-моему, Skype for Business чуть позже появился. Ну и, собственно, после появления, после сертификации первых телефонов 48-го и телефона T22P, который сейчас, кстати говоря, снят уже с производства, его уже нигде не найдешь, ну, не купишь в новом, по крайней мере, у нас. Может, у кого-то на складе и остался. Собственно, телефоны эти были сертифицированы, вышли на рынок. Хочу сказать, что достаточно, ну, вызвали такой некий ажиотаж. Было достаточно интересно, как для заказчиков, так и для партнеров. И, собственно, многие ждали расширения линейки для работы со Skype for Business. Ялинка анонсировала это во втором квартале 2016-го года. В принципе, так оно и случилось. Единственное, что сейчас еще, телефоны не работают с Office 365. То есть не то, что не работает, нет полной совместимости. Кроме того, во втором квартале 2016-го года, то есть, ну, на самом деле, не так давно, там, пару месяцев назад, вышли в том числе, вышла новая прошивка программного обеспечения для 48-го телефона. Там немножко изменился сам интерфейс, изменился стиль, так скажем, уже более заточенный, более гармонично сочетающийся для Skype for Business. Как я уже говорил, появилась поддержка модулей расширения EXP-40, тоже вопрос такой достаточно актуальный был. И появилась поддержка Bluetooth-модулей. И, собственно, что мы ждем до конца года? До конца года Ялинк обещает сертифицировать телефон для аудиоконференции CP-860. И все очень ждут видео телефона. Ну, вопрос я сдаю достаточно часто. Ялинк, по крайней мере, заверяет, анонсирует сертификацию телефона T49G, выход программного обеспечения для работы со Skype for Business. Если я не ошибаюсь, сейчас ни один видеотелефон, ни одного производителя с поддержкой видео не сертифицирован для работы со Skype for Business. То есть, ну, Ялинк, если это сделает, потому что я очень надеюсь, будет в этом деле первопроходство. Так, собственно, ну, с дорожной картой, я думаю, более-менее понятно. И, собственно, перейдем, наверное, к основной части презентации. Почему Ялинк? Что его отличает, какие у него есть преимущества? Мы выделили, ну, скажем так, четыре основных плюсика за Ялинк, поддержку Ялинк. Собственно, это, в первую очередь, это, конечно, качество. Это телефоны Ялинк, действительно, хорошие, качественные телефоны с превосходным звуком. Причем звук очень хороший, как на аппаратной платформе. Я думаю, многие из сегодняшних присутствующих каким-либо образом сталкивались с продукцией Ялинк, с телефонами. Я надеюсь, вы со мной согласитесь, качество голоса действительно хорошее. Кроме того, это очень маленький процент брака. По заверениям Ялинка, в принципе, мы это видим на себе в том числе. Это меньше одного процента, даже меньше, чем полпроцента. Собственно, почему еще Ялинк? Потому что его легко и быстро можно установить и настроить. Об этом мы тоже поговорим подробнее чуть дальше. Почему Ялинк? Потому что Ялинк сделал программное распечение современным удобным интерфейсом самого телефона. То есть, если говорить о телефоне в 48-м, вот на предыдущих слайдах вы видели, это, ну, как по мне, так очень похож на Windows Mobile. То есть, это удобно, это не нужно никаких дополнительных затрат на обучение сотрудников, там, проводить какие-то вебинары, там, бегать админу, обучать их куда что нажимать. Все интуитивно, понятно. Все привыкли уже к тому же тачскрину, все давно этим пользуются. Гаджеты нас покорили, в конце концов. У телефонов очень высокая степень совместимости с сервисами Skype for Business. И у телефонов достаточно широкий функционал, который поддерживается, который работает на Skype for Business и который синхронизируется на нашем телефоне Ялинк. Это про бытове коннектора Better Together of Ethernet тоже я подробнее расскажу, поговорим об этом. Ну, функционал такой, как календарь, статусы присутствия, такая функция BossAdmin в реальном времени. И, соответственно, Ялинк, почему Ялинк? Потому что Ялинк это достаточный профессионал в своей области, это компания действительно с мировым именем, она с 2001 года, в 2001 году была основана, то есть последние там 15 лет, кстати, в этом году была годовщина, 15 лет. Они занимаются исключительно ВАИПом, и там больше 50% сотрудников, это служба разработки R&D так называемой. Ну, об этом тоже у меня там отдельный слайд, покажу, расскажу там в том числе про партнерскую сеть Ялинка. Ну, собственно, предлагаю чуть поподробнее на каждом пункте остановиться. Собственно, на слайде видите всю нашу линейку, и вот в данный момент вся линейка сертифицирована, и я думаю, что мы можем обеспечить практически всю, все потребности заказчиков, то есть это начиная от лоу телефона, там, Т40-го, заканчивая 48-м. Ну, действительно, есть телефон и руководству поставить, есть телефон, там, по бюджетней какие-то варианты, есть с гигабитным портом, в общем, действительно, выбор есть, выбор достаточно большой, но вот на сегодняшний момент. Что касается качества, как я уже сказал, процент брака, процент гарантийных ремонтов на сегодняшний день меньше, чем полпроцента. Буквально в 2014 году, в конце 2014 года этот процент, процент брака был, если не ошибаюсь, 0,9, и Ялинк тогда ставил задачу, там, на ближайший год-два еще понизить этот порог, уменьшить эту цифру. И, в принципе, у них получилось, и, вы знаете, мы на себе это тоже замечаем, то есть действительно очень мало гарантийных ремонтов. Что, собственно, подтверждается гарантией 18 месяцев? Ну, насколько я знаю, мало кто из конкурентов такую гарантию прям сходу дает. Ну, собственно, Ялинк – это хорошо зарекомендовавший себя вендор. Это действительно качественные телефоны, имеют стандарт звука Optima HD. Кстати говоря, все телефоны, которые проходят сертификацию в центре Microsoft, проходят действительно достаточно суровые такие испытания, то есть там действительно все проверяется в лабораториях. И Optima HD действительно этот формат был подтвержден. Это действительно так, действительно очень хороший голос. Ну, и, соответственно, говоря о дизайне, ну, мне дизайн очень нравится. Дизайн, в принципе, штука такая индивидуальная, но, мне кажется, Ялинк здесь угадал, попал. Ну, дизайн четвертой линейки действительно современный, действительно элегантный, как мне кажется. Ну, и, как говорят наши партнеры, там, зарубежные, например, в Европе четвертая линейка пользуется гораздо большим спросом, чем линейка T2. Хотя у нас в России мы замечаем обратную тенденцию. Но дизайн действительно интересный, действительно современный, действительно, как говорится, не стыдно его поставить на стол и руководителю, и впишется в любой там современный офис. Собственно, почему Ялинк, почему не другие конкуренты? Ответ кроется в том числе в широком функционале. Как я уже говорил, затрагивал тему интерфейса. Интерфейс компания Ялинк разрабатывала сама, и действительно интерфейс очень схож с интерфейсом приложения Skype for Business. Вообще, это, как сказать, идет, в общем, в одном стиле. Очень-очень много, очень-очень широкий функционал, который помогает решать, действительно, там, какие-то ежедневные задачи, зачастую, причем не очень простые. И очень сильно упрощает наши ежедневные коммуникации. Такие сервисы, такие функции, как интеллектуальный поиск, календарь, который доступен на телефоне и синхронизируется, голосовая почта. Ну, об этих я хочу вам рассказать, наверное, поподробнее, как раз-таки в следующих слайдах, именно об этом функционале. Ну, про интерфейс я уже сказал, что-то уже много про него говорю, давайте дальше пойдем. Я думаю, все видно на картинках, действительно красиво, действительно, кнопочки, там, самые большие пальцы спокойно могут попасть по всем этим, по всем этим кнопочкам на экране. Интеллектуальный поиск. Кстати говоря, вот у телефонных в последнем релизе версии программного обеспечения для Т48 телефона стала доступна русская клавиатура виртуальная. Это действительно удобно. Насколько я знаю, многие пользуются Active Directory, в том числе, забивают туда русские, ну, на гериллице фамилии, там, имена сотрудников. Теперь это можно быстро, их можно быстро найти, в том числе, пользуясь русской клавиатурой. Здесь на слайде почему-то не представил, но, в общем, она действительно есть. И интеллектуальный поиск по записанным книгам действительно работает быстро, это очень удобно. В том числе, на кириллице можно вводить, там, вы либо по началу номера набираете первые цифры, либо набираете, там, первую букву, там, фамилию, либо имя, и телефон уже предложит вам несколько вариантов по совпадению. Таким образом, можно буквально, там, несколько кликов найти нужного вам человека в большой, даже записной книжке. Опять же, вот в новой, в новой версии программного обеспечения появилась синхронизация с календарем Outlook. Вы можете прямо с телефона, выбрав этот раздел, календарь, смотреть, какие встречи у вас запланированы. Вы можете организовать эти встречи, можете, там, подтверждать участие. И все это доступно непосредственно из меню телефона. То есть, действительно, 7 дюймов, достаточно, достаточно большой, как мне кажется, экран. И, ну, такие задачи можно быстро решать на самом телефоне. Что касается голосовой почты. Кстати, у меня вот такой вопрос к вам, друзья. Насколько вы или ваши заказчики пользуетесь голосовой почтой? Вот насколько это в России, по вашему мнению, распространено, нужно и полезно? Вот, ну, давайте, мне кажется, этот вопрос, вопрос достаточно интересный. Что в России все-таки не так это распространено, как мне кажется. Вот, вот, вот вы со мной согласны. Но все-таки, да, Олег, вот я, честно говоря, я за последний, наверное, больше, чем год не оставил ни одного сообщения на голосовой ящик. Но все-таки. Валерия продвинутая в этом плане. Друзья, ну, вопрос, вопрос действительно, действительно интересный. Это периодически поднимается. Все-таки в России не очень распространено. Но все-таки, но все-таки, насколько я знаю, в некоторых, в том числе, больших корпорациях, больших холдингах, этот функционал все-таки пользуется спросом. И вот в некоторых компаниях, больших, по крайней мере, я знаю, если компании, которые заканчиваются на газ и нефть, в которых чуть ли не, чуть ли не, как сказать, не записано в ваших должностной инструкции, что обязаны пользоваться голосовой почтой. И, собственно, телефоны Ялинк сейчас с прошивкой Skype for Business очень-очень удобно позволяют прочитывать сообщения, которые вам оставили прямо из меню, прослушивать эти сообщения прямо из меню телефона. Прямо из меню телефона вы можете, собственно, зайти в этот раздел голосовых сообщений. посмотреть, кто вам звонил, кто оставил эти сообщения, если нужно, прям сразу их прослушать непосредственно с телефона. Функционал действительно удобный, все это быстро делается. Еще одна очень-очень интересная функция, насколько я знаю, либо ее совсем нет у конкурентов, либо я об этом не знаю. Это локальная директория. Что это такое? Вы можете на телефоне создавать свои группы контактов, так скажем. То есть вы можете делать свои директории, свою группу, добавлять туда контактов, например, которыми вы часто пользуетесь. И в том числе ставить определенные значки на них, делать их как избранными. То есть они у вас будут выпадать первыми в поиске. Это действительно тоже очень-очень удобно, особенно когда это по одному клику в контакты. Нашли сразу свою группу, быстро нашли людей для обзвона или, может быть, для сбора конференции. О конференции, кстати говоря, в первых релизах прошивки для Skype for Business для Microsoft Skype for Business этот функционал, ну, скажем так, не работал. И это было многими отмечено. И в конце концов в новом релизе я, Линк, эту функцию, так скажем, допилил. И сейчас это действительно работает. То есть вы можете прямо с телефона собирать конференции многосторонние. Единственное, я вам не скажу, какое максимальное количество. Но как минимум 4 человека мы точно можем собрать. И, собственно, прямо с телефона управлять этими конференциями. Потому что если вы когда-либо участвовали в больших аудиоконференциях, ну, скажем, больше, наверное, 4-5 человек, то очень часто в эфире начинается откровенная какая-то неразбериха. Я не знаю, было ли у вас такое. Участвовали вы в конференциях, где много, там, больше 5 человек. Когда все начинают говорить, начинают друг друга перебивать. Друзья, был у вас такой опыт? Мне тоже интересен такой вопрос. Вот, ну, собственно, давайте делиться. И у Ялинка, ну, вот, до 4, по мне тоже так оптимально, 3-4 человека в конференции. Ну, и, собственно, на телефонах Ялинк можно этими конференциями управлять. То есть, например, если вы если вы собираете какую-то конференцию, там, на 4 человека, вы можете сами назначать, кому говорить, кому отключить микрофон, если кто-то там слишком много или долго или нудно говорит. В общем, этот функционал есть. По мне, очень удобно. И иногда очень не хватает этой штуки, ну, например, при стандартной работе, там, в обычных сип-телефонах. С телефона там управлять этим нельзя. Вот. Это, что касается функционала. Интересная функция RealTime Boss Admin. Опять же, по моему опыту, немногие, даже те, кто работает там со Skype-у-бизнесом, долго работают, немного знают об этом функционале. В двух словах, что это такое? Это, наверное, даже... Ну, Boss Admin, он называется в терминологии Майкрософта. Функционал не уникальный, я сразу скажу, он есть там у других конкурентов именно в телефонах. Я бы его назвал, наверное, лучше босс-секретарь, так скажем, руководитель-секретарь. В больших компаниях, ну, когда там руководитель, например, сильно загружен, он может делегировать некие права управления своим аккаунтом секретарю. То есть у секретаря появляется отдельное меню Boss Admin, руководитель делегирует ему полномочия, например, там, по приему вызова, отклонить вызов, либо ответить на этот вызов. И там, насколько я знаю, есть два сценария, то есть это либо безусловный, то есть, например, руководитель делегировал там, чуть ли не полный функционал своему секретарю, и все входящие звонки сразу приходят на два телефона, то есть телефон звонит у руководителя, у секретаря, например. Секретарь может этот звонок либо принять, либо там что-то с ним сделать, там, отбить, приадресовать куда-то. Либо второй вариант. Звонок приходит сначала руководителю, если руководитель в течение какого-то интервала времени, если не ошибаюсь, он настраивается там 5-10 секунд, например, не взял трубку, телефон, звонок начинает звонить у секретаря тоже. Ну, при загрузке руководителей это, ну, действительно, может быть полезно и поможет решить многие задачи. Кроме того, в этом функционале RealTime Boss Admin доступны функции звонка от секретаря, от имени руководителя. То есть, например, если, ну, не знаю, давайте придумаем задачи, ну, например, нужно собрать срочно встречу, да, и секретарю дано поручение собрать руководителей, всех руководителей департаментов, там, в какой-то переговорной комнате. Секретарь начинает обзванивать, если он звонит, например, со своего телефона, там, какой-то директор департамента видит, что ему звонит секретарь, он может просто там, в силу различных обстоятельств, не взять трубку, например. Ну, мне кажется, вполне такое возможно и достаточно часто происходит. А используя функцию real-time boss admin, секретарь может сделать вызов, ну, грубо говоря, с ООНа руководителя, и тогда уже соблазна не взять трубку у директора департамента будет гораздо меньше. То есть, ну, такой достаточно интересный функционал. вот что, кстати, нового появилось, Ялинк выпустил также во втором квартале новую версию BTOI-коннектора, который работает, ну, скажем, при подключении которого не обязательно телефон подключать через, компьютер подключать через телефон-провод, главное, чтобы они были в одной локальной сети. Ну, это снимает некоторые неудобства, кстати говоря, по-моему, действительно очень-очень нужно и интересно. Ну, и в двух словах вообще о BTOI-коннекторе, что это такое. Beta-together over Ethernet это программное обеспечение, которое устанавливается на ваш персональный компьютер с помощью, после установки его, так скажем, у вас происходит в том числе мгновенная синхронизация, например, статусов между телефоном и вашим приложением Sky for Business, которое вы используете на компьютере. Кроме того, вы можете, ну, например, делать вызовы одним кликом из приложения Sky for Business на компьютере, взять трубку на телефоне и, собственно, по телефону разговаривать. это такое, ну, так же возможно Switch Audio, например, вы говорите по гарнитуре, там нажали, сделали один клик буквально, перевели вызов на телефон, говорите уже по телефону. и в том числе решает моменты с видеозвонками. То есть, например, вы можете совершить вызов с компьютера своего приложения, через камеру, там, ноутбук или компьютер будет передаваться изображение ваше, а по телефону вы можете взять трубку и говорить голосом. Ну, в какой-то степени решает вопрос видеозвонков в том числе. Тоже достаточно интересно, если это установить и начать пользоваться, я думаю, потом без него будет как-то совсем скучно и совсем не то. Вызывает привычку, так скажем. Вот, ну и давайте я быстренько, чтобы уже совсем не затягивать, расскажу вам о следующих о следующих преимуществах. Это действительно быстрая установка. То есть, если вы, если у вас на телефон уже предустановлено программное обеспечение для работы с кайфу-бизнесом, то чтобы начать работу нужно там не более пяти минут. То есть, вы распаковываете телефон, вводите учетную запись, телефон регистрируется, синхронизирует контакт и все, вы совершаете звонок. То есть, никаких там долгих, нудных настроек зачастую, ну, в моей практике там у некоторых операторов связи, чтобы к ним подключиться, нужно там такие танцы с бубнами провести, чтобы, мама, не горюй, выставить правильно кодеки и так далее. Ну, у Sky4Business эти проблемы решены, достаточно там логин и пароль и все быстро сразу заработает. и пара слов о способах настройки и возможностях. Телефон можно настроить либо вручную, то есть, вы можете самостоятельно обновить через веб-интерфейс программное обеспечение, загрузить там все необходимые ключи и, собственно, начать работать, настроить это вручную. Кроме того, доступно несколько методов автопровизжинга, так скажем. Вы можете создавать конфигурационные файлы, в которые заносить, например, там методы методы авторизации, указывать логин и пароли. Этот файл имеет расширение CFG. Опять же, есть инструкции, как это все конфигурируется и настраивать телефон. Ну, наверное, можно сравнить там со стандартной настройкой через FTP-сервер, скажем так. То есть, это может быть либо через E-Link RPS-сервис, то есть, телефон в любом случае при включении отправляет туда запрос, вы там указываете, например, что этому MAC-адресу нужно отправиться на такой-то адрес FTP-сервера и там забрать этот файл конфигурации. Таким образом, ну, для самого пользователя это все проходит незаметно. Он просто пришел, включил телефон, у него все это сразу заработало. Кроме того, можно не использовать RPS-сервис, можно воспользоваться, ну, скажем так, стандартными, наверное, стандартными в кавычках, но все-таки функциями автопровижнга Ялинка, которые доступны на стандартных прошивках, то есть, ну, это классический там, либо по функциям DHCP, либо, ну, по функциям DHCP, либо там вручную указать адрес FTP-сервера. Ну, и кроме того, доступен так называемый InBand Provision. Это, что это значит? В этом варианте, ну, это функционал сервиса Skype for Business, вот, наверняка у нас есть эксперты среди слушателей, вы, если что, меня поправляете, пожалуйста. InBand, то есть, вы, вы вводите учетные данные в телефон, например, руками, после этого устанавливается специальное шифрованное соединение с сервисом Skype for Business, и уже телефон подтягивает настройки, какие-то специфические настройки, подтягивает контакты, уже по зашифрованному каналу непосредственно сервера Skype for Business, в Skype for Business вы предварительно этот функционал настраиваете. Вот, это, ну, мы немножко так в технические дебри углубились, но все-таки это говорит о том, что, возможно, всеми любимыми plug-and-play, то есть, просто телефон, принесли коробку с телефоном, поставили сотруднику, ему достаточно просто телефон включить в сеть и включить в сеть Ethernet, и все быстро достаточно заработает. Это, что, говоря о быстрой установке. Ну, и пару слов, еще раз пару слов о вендоре. Ялинк, это компания, действительно, с мировым, с мировым именем. Ялинк завоевал свою нишу достаточно успешно. Ялинк занимает по продажам телефонов в мире второе место уже несколько лет подряд, но, опять же, несколько лет подряд в регионе EMEA, это Европа, он занимает первое место, то есть, обошел своего прямого конкурента. Кроме того, у Ялинка есть партнеры, дистрибьюторы более чем в 150 странах, то есть, ну, действительно, компания мировая, и компания имеет три основных, скажем так, представительства, три основных склада, это в Штатах, в Штатах, в Европе, в Голландии, ну, и, соответственно, в Китае. Ну, и весь центр разработки, то есть, ну, основной head office находится в Китае. Это что касается вообще компании Ялинк, то есть, ну, при выборе, при выборе поставщика IP-телефонов, мне кажется, это не последний, так скажем, момент вес компании на рынке. Потихонечку подходим мы к концу. наверное, про решение основную часть я все рассказал. Хочу вам рассказать о, собственно, специальных предложениях от IP-матики, от нас. Что мы предлагаем? Мы предлагаем бесплатное тестирование как для наших партнеров, так и, возможно, там, для конечных заказчиков. Вы всегда у нас можете попросить неправильное слово сделать запрос на оборудование для тестирования. Мы всегда вам предоставим либо там образцы, либо новые телефоны уже с предустановленными, с предустановленным программным обеспечением Skype for Business. Ну, опять же, обращайтесь к менеджерам, подробно все это об условиях расскажем, если такая необходимость потребуется. И хочу напомнить, что у нас проходит акция при покупке восьми телефонов SIP T40P мы дарим POE коммутатор TGNET. Хочу, кстати говоря, отметить, что все телефоны четвертой линейки поддерживают технологии POE Power Over Ethernet и в этих телефонах в комплекте не поставляются блоки питания. Как мне кажется, очень удобно и очень совсем неплохо получить при покупке телефонов с поддержкой POE бесплатно получить POE коммутатор. Ну, наверное, это все. Всем спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, удовольствием отвечу. По поводу наших предложений пишите либо мне, либо вашим менеджерам, с кем вы работаете. Моя почта на слайде. Давайте вопросы, давайте поговорим. Если вопросов нет, позвольте, может быть, мне пару вопросов. Вот из присутствующих кто-либо уже пользовался, брал на тестирование, вообще видел ли эти телефоны для Skype for Business, именно четвертую линейку. Кто-то из вас уже пользовался, уже узнал, что это такое. и может быть, если пользовались, как вам впечатление от телефонов, как впечатление вообще общее. Может быть, буквально в двух словах, давайте поделимся опытом. Если будут какие-то комментарии, пишите, очень ждем. На самом деле, мне кажется, тема достаточно интересная. Собственно, хочу сказать, что презентация, эта презентация будет доступна, ведется запись и будет доступна и запись. Да, можете посмотреть, показать своим коллегам, показать, в том числе заказчикам. Так, вопрос от Олега. Олег, как мне кажется, надо понимать, что Skype for Business это не совсем Skype в классическом понимании то, что мы представляем у себя. Skype for Business это такая инфраструктура, это решение полноценное, которое включает в себя в том числе АТС. То есть, вы разворачиваете это решение у себя в офисе. Там, кстати говоря, ну, решение достаточно интересное. Там куча возможностей, куча интеграции, в том числе со всеми любыми приложениями от Windows, с Microsoft Office, и отвечая на ваш вопрос, АТС не участвует. Наверное, да, так, не участвует, потому что Skype for Business это, ну, такая платформа, которая включает в себя в том числе и АТС. Это не классический Skype. Вот. Ну, друзья, тогда, наверное, все. Почта моя у вас на экране. Если какие-то вопросы дополнительно есть, будут, пишите, пишите, звоните. Наверное, всем спасибо, всем хорошего дня и хорошего настроения. До свидания. Пока еще не все отключились. Илья, напомни, пожалуйста, у нас следующий вебинар на какую тему. Кто не знает, Илья Иванов, это мой коллега, наш менеджер по маркетингу. Кстати, действительно интересный, достаточно, достаточно актуальный вопрос. Как не сделать ошибку с выбором системы видеоконференц-связи? Я думаю, основная тема, почему я, линк? Но все же, друзья, приходите, через неделю у нас сейчас идет серия вебинаров каждый четверг. Приходите к нам на вебинары, слушайте. Все, всем спасибо, всем до свидания.